Сегодня я храню свою репутацию. Добрый вечер, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я увидела это платье на Wildberries, и я поняла, что оно полностью отображает сейчас мое состояние внутри. Нам в МГУ сейчас ввели дистант. У меня будет дистанционное обучение до 12 апреля. И я подумала, как я могу себя развлечь. И я не придумала лучшего выхода, как читать ваши кринжовые истории. Я попросила вас в Телеграм-канале написать в комментарии ваши самые нелепые, самые кринжовые истории, чтобы потом я их прочитала и сделала реакцию на них. Нет, ребята, это пиздец. Там некоторые истории... Вам это надо видеть. В общем, у меня есть ноутбук, и я буду делать рейтинг историй. Первый уровень — это норм было. Со мной такое случалось. Мы не будем осуждать такое. Потом следующий уровень — это неделя прослушивания музыки из Сумерек. Следующий уровень — удаляю страницу ВК. Скажите мне, пожалуйста, что я не одна так делала, когда малейшая какая-нибудь проблема в моей жизни происходит, с кем-то ссорюсь, я удаляла страницу ВК. Боже, я была просто драма-квин. Потом следующий уровень — это мне нужен психолог. И следующий уровень — это удаляю все соцсети и еду в лес. Мечта. Окей, давайте начнем. Познакомилась с парнем с Дайвинчиком. Он позвал в бар с крафтовым пивом. Ммм, Дайвинчик, ааа, у меня уже предвкушение, потому что с кем я не знакомилась на Дайвинчике... Да, я сидела на Дайвинчике этим летом, я снимала видео, и какое-то время я там сидела просто по приколу. И это был пиздец, я уже предвкушаю. Я такое не очень люблю, плюс я хотела кушать, и я ему об этом сказала, на что он ответил, что мне понравится. Окей, бар я попросила его или бармена мне что-то посоветовать, на что они оба говорили мне, да выбери что хочешь, вот, посмотри ассортимент. Я не знаю, что я хочу, я поэтому и спрашиваю. В итоге мы просидели там около полутора-двух часов, он сидел в телефоне, рассказывал только о себе, о своих бывших, какие все бабы шлюхи. Боже мой. Я буквально не могла и двух слов сказать, он все время перебивал и переводил на себя. После бара я сказала, что хочу кушать, мы пошли в Burger King, и я взяла себе бургер, наггетсы и картошку. Он все это время тоже сидел в телефоне, когда он наконец-то от него оторвался и посмотрел на поднос, он мне говорит, ты собралась это есть? А я как бы собралась и ела В итоге он мне начал затирать Что девушки есть должны преимущественно только салаты Фрукты, овощи, иногда сладости, но редко Еще сказал, что он вообще спортсмен И поддерживает форму И даже он не позволяет себе такое есть Я молча все это доело Мы вышли, я не успела с ним попрощаться Как он сказал, го ко мне К нему я, конечно, не поехала Кстати, по спортсменам он увел Ведух, скейпер Боже мой Эта история, она просто в геометрической прогрессии Становилась хуже, боже мой Хотя бы, girl, ты поела бесплатно Это уже победа А так, что я могу сказать, что это было пиздец Как кринжово Я бы поела, сказала бы ему спасибо за ужин И заблокировала бы его в соцсетях Окей, такую историю Я, наверное, буду оценивать Как норм было Потому что у меня было очень много кринжовых свиданий Общений с парнями Так что, мне кажется, у меня был похожий опыт Да, у меня был такой похожий опыт Боже мой Следующая история Общались какое-то время с парнем Потом пошли на свидание Свидание было хорошее После решили к нему пойти выпить чай Просто чай и ничего больше В итоге я сломала ему электрический чайник И разбила кружку Хоть мы уже не общаемся, но до сих пор стыдно I mean, с кем не бывает Мне кажется, это норме Мне было бы, конечно же, стыдно Я бы, скорее всего, предложила купить новый ему Но такое бывает Так что оцениваем, как норм было Эта история случилась с моей сестрой В ПС она дала разрешение на этот комментарий Ее парень и две их общих подруги были на ночевке И листали галерею одну из этих подруг Там случайно, а может и нет, проскочили нюцы хозяйки телефона Когда моя сестра решила зайти в сохраненную ФТГ своего парня Чтобы посмотреть аниме, так как там аниме находится Она увидела интимки этой девочки Как оказалось, ее парень скинул интимки своей подруге себе Пока она не видела, а позже просто почистил чат Пипец, господи, я бы с ним рассталась Это же ненормально, фу Я немного не пила, чьим интимки все-таки скинули Ее парень и две их общих подруги были на ночевке Там что-то нечистое я чувствую Ну, в общем, парень... Это обидно, если бы я узнала, что мой парень это сделал Я бы, скорее всего, удалилась у страницы ВК Мне очень жаль Общалась с парнем онлайн Он показался очень странным, и я его блокнула Уже начало нормальное, было-было Настал август, я приехала в город Как вдруг мне написал какой-то парень Типа он мою ссылку сохранил в сайте знакомств Но я ничего не заподозрила Общалась, и тут мы решили встретиться Прихожу на встречу, а там другой пацан Странное лицо, не было похоже на фотку, которую он мне прислал Но я не придала этому значения, и мы пошли гулять Бич! Так начинаются все видео про маньяков Или фильм ужас Мне страшно Он пытался меня потрогать, говорил к ринжеру подкаты Фу, ужас какой В итоге он завел меня за гаражи, и там начал на меня орать Почему я ему блокнула, не отвечала ему Он думал, что я умерла, искал меня по районам Показывал мою фотку, я очень сильно напугалась Блин, естественно, ты очень сильно напугалась Потому что это криповое поведение Так люди не должны себя вести Я очень сильно напугалась И просто быстрым шагом пошла оттуда Он за мной и орал Люди косо смотрели на нас И, короче, потом извинялся зачем-то Я, короче, быстро вызвала такси и уехала Вот такая история Пов, он потом 3 года за мной следил Знал, где я живу, с кем я общаюсь и где учусь В треш, конечно Мне страшно Но буквально этот человек за тобой следил Он притворился другим человеком Создал другую страничку Это буквально разбор видео про маньяков Это реально ненормальное поведение Ужас Я бы на него накатала объявление в полицию Потому что, девочки, это вообще Если у вас такая ситуация будет Просто идите в полицию и на них объявление катайте Я бы такую историю поставила, как Мне нужен психолог Итак, очень залаканный комментарий Я его пока не читала Мы гуляли с компанией И после прогулки парень, который мне нравился Прогласил меня покушать за его счет Мне было очень приятно И мы с ним пошли в какую-то элитную шурмичную Вайп-чек Он пройден Он стал заказывать себе шурму Я стояла, выбирала И не видела, как он уже стоит И оплачивает ее Мне он ничего не предложил взять Я была в недоумении Шурмичник тоже Предлагал этому парню взять две Или разрезать пополам Но этот чел был непреклонен Когда я попросила чувака купить мне липтон Он посмотрел на меня с огромными глазами И сказал, что это дорого В итоге он предложил мне откусить в него кусочек А я не пальцем деланная Взяла и откусила больше половины шурмы Развернулась и ушла Ну хули тогда ни тебе, ни мне? Боже мой Респект этой девочке просто Так и надо Так и надо Она молодец Я ставлю лайк Нет, ну это пиздец, конечно Если вы не собираетесь платить за девушку Просто заранее скажите, что Блин, сорян, у меня нет денег Я не могу за тебя заплатить А там дальше уже девушка сама будет решать Пойдет она с тобой на свидание или нет Но лично для меня Раньше было пофигу Платит за меня парень или мне платит Но в последнее время у меня просто поменялись принципы Если за меня чел не может заплатить Я просто с ним никуда не пойду Эту историю я, наверное, поставлю как... Я не знаю, как ее оценить Эта история классная Тут нет оценки Эта история Так что едем дальше Был случай Тоже познакомились с парнем Он забрал меня с учебы И якобы мы поехали куда-то есть Болтаем И я решаю посмотреть карту Куда мы вообще двигаемся Мы двигаемся по красной ветке метро Куда-то вниз Я живу наверху вообще Мы на машине едем И я решаю задать вопрос Куда мы едем Его ответ Ты не знаю куда, а я домой Пиздец никак иначе А где продолжение истории? Боже, мне страшно Ну раз эта девочка Она написала этот комментарий Значит она осталась жива Но просто сесть к незнакомому человеку В машину Это страшно Девочки, пожалуйста, не делайте так Это реально страшно Есть очень много неадекватов Я не понимаю Есть ли продолжение этой истории? Я не знаю, как ее оценить Познакомилась с парнем однажды Он спрашивал, что я хочу Что я люблю Я ответила, что хочу на пикник Он позвал меня на Ходынское поле на пикник Был будний день Людей было не прямо так много лета Мы обошли весь парк Вариантов, где сесть была уйма В конце он мне говорит Мест как-то особо нет никаких Но я тут рядом живу Пошли ко мне Блядь, все парни Они просто на заводе делаются Типа кринж Было ли у меня такое? Наверное, нет У меня не было такой истории Во время нашего первого поцелуя С моим нынешним парнем Он тянулся ко мне, чтобы поцеловать А я кинула взгляд на его усики И меня это оттолкнуло Получилось так, что он тянулся лесом ко мне А я отстранялась от него И ударилась головой об стену С тех пор прошло 5 лет И мы до сих пор смеемся с того момента Блин, это мило У меня тоже были истории Связанные с кринжем поцелуя Так что я ставлю норму было Далее Идем История Я увела у своей подруги Которой было 18 лет парня Которому был 21 год Герл Мне уже начало не очень нравится Но с другой стороны Как можно увезти парня? Он же, блин, не ребенок Вот все так же, знаете Вот про ситуацию с Арианой Грандой Вот все сейчас ее срут А вот этого спаджбоба Как бы его никто не обсирает А ничего, что он сам как бы выбрал Ариану Гранде Вместо своей жены С которой он был 10 лет У которых вот недавно родился сын Ребенок Месячный сынок Он просто выбрал вместо своей жены Ариану Гранде То есть не она его утащила Он сам в своей башке сделал выбор Что он хочет уйти от своей жены Изменять ей Почему все обвиняют девушек Типа, вот она увела у меня парня Это не так работает В измене виноваты всегда два человека А не один Далее К слову, мне вообще было 16 В моей семье ничего мне не говорили Они до сих пор любят этого парня И говорят, какой он был хороший Он провожал меня до дома Уже стоим у подъезда И он тянется поцеловать меня А я не умела Я ноль была Он коснулся губ Я оттолкнула его Со словами Ой, блять, нахуй И убежала Еще и скандал устроила Что я плачу Но теперь мне стыдно за это Аааа Как это на это интригировать? Наверное, я Удаляю страницу пока История Это про парня Который есть на данный момент Но она достаточно кринж Хотя именно тогда Я поняла, что это мой человек Стоим мы в Леонардо Это такой магазин Различных рукодельных штук Он выбирает себе краску Вдруг подходит мужчина И начинает смачно пердеть Это все происходит В полной тишине Блять Это реально Вот так могло произойти в жизни Ну Чтобы вы понимали Это буквально наша первая встреча С этим человеком А тут уже такие приколы Приходит данный мужик И пропердывает симфонию Еще один раз Тут мой кавалер Не выдерживает И падает от хохота На колени Ну и я вместе с ним Можете посчитать нас противными Можете посмеяться Вместе с нами Думаю, мужик ходил с подушкой-пердушкой Но первое знакомство Выдалось очень красочным Запоминающимся Блин, это забавно Я поставлю Норм Было У меня тоже были всякие угары До свидания Следующая история Будет достаточно длинной Но я люблю читать длинные истории Как будто фанфик Свидание Сначала я позволю себе Небольшое лирическое отступление Хочу быть с человеком Который разделяет Мои взгляды на жизнь Хотя бы большую часть из них Respect, girl Я с тобой Я почти всегда Смотрю на мир в розовых очках Радуюсь как ребенок Плачу, чувствую, живу Делаю то, что мне хочется Это здорово Но это не значит Что я бегу по тропинке Своей жизни И инфантильно полагаю Что все как-нибудь Служится решиться Я очень много думаю Всегда на фоне идет анализ С актуальной ситуации Я обычно в это не сильно включаюсь Но всегда интересен результат А теперь ближе к теме Все началось норм Я воспользовалась правым Пятиминутного опоздания Как леди Взяла мороженое и чай Хотела провести вечер В приятной компании За хорошим разговором Но через 15 минут диалога В котором я снова, блядь Занимаю более активную позицию Я это не люблю сильно I'm just a girl Я понимаю, что у человека Который сидит напротив меня И сделал ровно ноль комплиментов В голове насрано И зашито настолько Что я не готова со всем разбираться Мне интересно, где они познакомились И была ли такая ситуация Когда они были на этапе переписки Перед встречей Он буквально живет с такой установкой Все вокруг злые Никто не желает тебе добра Все хотят сделать только плохое А вы попробуйте начать общаться С всеми окружающими Так, как будто они вас обожают Или так, как будто они вас ненавидят Результаты очевидны Так, история Я сидела, мне было очень тяжело Но слизы прямо так сразу Не позволяет воспитания В голове просто было уже Миллион других мыслей При этом надо что-то спросить А слушать очень тяжело Парень говорит очень тихо С одной интонацией И не может даже сохранять Зрительный контакт А для меня это очень важно Мне было настолько некомфортно В моей любимой сестерии А сестерия это, видимо, ресторан Что получалось сообщение И я поняла, что человек Сто процентов не мой А теперь, внимание В какой-то момент я говорю Все, давай Тоже что-нибудь спрашивай И он такой Когда в гости приедешь? Охуенно! Просто человеку было настолько Пофигу На разговор Что он просто туда приперся Просто сидел молча Не знаю Молчал И просто такой Поедем ко мне Боже мой Почему парни такие? И одна из последних Виток диалога Меня убила Хочу почитать раннего Достоевского Прости, не разбирайся Что у него раннее Что позднее Какая хронология Я не знаю Честно, в этот момент Я не выдержалась В смелость Ты хотела меня впечатлить тем Что читаешь книги Жесть! В общем, я провела время Ожидая конца этого всего Оцениваю на 2 из 10 Все 2 балла уходят Шоколадному мороженому из 3 Хотя бы ты поела мороженое Попила чай Но общение с этим Я могу понять Сколько это энергии высосало Тем, что она пыталась Как-то развить диалог И что это было Супер некофорно Так что я это оцениваю Как неделю прослушивания Музыки и сумерек Это обидно Время на него потратила Аутфит потратила На этого тюбика Макияж I mean, I don't like it Когда рассталась С бывшим парнем Кто попросила вернуть ему Мою машину и вещи Которые остались у него Чтобы вы понимали Человек взял огромный мешок Накидал туда каких-то тряпок И часть моих вещей Я попросила нашего общего друга Забрать осадок моих вещей Но он отдал опять же не все Почему у парня ваша машина? Как итог Он в интернете стал Выкладывать свою новую девушку В моих вещах Когда она думает Что это он Ей их подарил И что это его Мне было не жалко Пусть доначивает Но я оплатила свой заказ С ВВ на 5К С его карты Все, мне страшно Вступать в отношения Вдруг мне парень Будет дарить подарки И вещи его бывшей Блядь Это страшно Но 5К На ВВ это круто То есть, подожди У него появилась новая девушка Но его карта Была привязана К твоему Вальдерис Это немного неловко Мне бы было обидно, у меня бы возникли вопросы к парню Но тут все-таки парень виноват, он вообще как будто дичью творит Такая история грустная для его новой девушки и счастливая для меня, что этот урод остался в прошлом Я бы написала девушке и сказала бы, что ты встречаешься с кринжом Я после этой истории удаляю все соцсети и еду в лес, потому что теперь у меня страх, что мне будут дарить чужие вещи И я не могу поверить, кто написал эту историю Я не знала, что она подписана на мой телеграм-канал Следующую историю написала девочка, с которой я дружила в школе Мы были лучшими подругами до восьмого класса, до того момента, как она изменила мне с моим парнем Эмм, весело, да? Я, между прочим, до сих пор держу на нее обиду Как было? В общем, у нее был парень Даня Они то встречались, то расходились Это все начиналось где-то шестого класса Потом в итоге в восьмом классе они расстаются, какой-то период не встречаются И такой Даня решает подкатывать ко мне Это произошло в поездке, где ее не было Но я, конечно же, никак на его подкаты не отвечала Просто максимум, типа, пообниматься Ну, то есть при встрече, и все Хотя нет, мы, по-моему, даже не обнимались Вот, и после этой поездки он начинает мне активно написывать И я такая, это все, скидываю своей подруге лучшей Я не буду говорить ее имя И говорю, блин, что мне делать? Она мне говорит, да ничего страшного, блин, классно И он мне в итоге предлагает встречаться Я ее спрашиваю, тебе будет комфортно, что я буду с ней встречаться? Она говорит, да, давай, конечно, у тебя все получится Будет классно И я такая говорю, точно? Она говорит, да, точно, да, точно И в итоге я начинаю с ней встречаться Мы с ней встречаемся месяц Знаете, какие у нас свидания были? Это когда я и он, и его друг ходили куда-то поесть То есть мы были втроем на свидании Боже, он, видимо, просто не хотел со мной наедине сдаваться Поэтому мы втроем ходили есть Боже, какой ужас Причем я помню, эти свидания, они были супер напряженными То есть мы постоянно молчали Либо он перебрасывался фразами со своим другом Фуууа Воспоминаниям И в итоге мы могли максимум там за ручки подержаться Погулять по одному району Так как мы в одной школе учились Поэтому мы в одном районе жили И максимум на прощание просто обняться Мы ни разу не целовались Просто ни разу не целовались Просто держались за ручки Обнимались, все такое На скамеечке могли посидеть, все И в итоге у нас происходит в классе поездка в Звенигород Ура, еще одна поездка в итоге на который не еду я, но едет моя лучшая подруга, и едет Даня, мой бывший парень. И, короче, многие одноклассники взяли алкоголь в поездку, все набухались, и потом я сижу такая дома, и тут мне пишет Даня, Аня, я хочу с тобой расстаться, я поторопился. Он какой-то вот такой кусок текста написал, что типа, вот, прости, я поторопился. И потом, буквально спустя час, мне начинают написывать мои одноклассники с тем, что они видели, как мой бывший парень целуется с моей лучшей подругой, что они всю ночь вместе провели, целовались, обнимались, и что, когда он писал это сообщение, она ему помогала, сидела рядом. Бич, what the fuck? Не знаю, скажи мне сначала заранее, что ты не хочешь со мной быть, что ты пытаешься, не знаю, бывшую забыть, скажи мне это, пожалуйста, заранее, как бы, чтобы не тратить свое время, и, блядь, вы понимаете, что это были мои первые отношения, и они потом повлияли на меня, на мое доверие, на мое отношение к парням, и в итоге эта подруга, конечно же, я ее посылаю нахуй, потому что, блядь, подруги так не поступают. Я ее послала, она пыталась со мной через какое-то время начать общение, она ко мне подходила, я ей сказала прямо, ты повела себя как шлюха, извини. Точнее, нет, я даже не извинялась, я говорила, что я с такими людьми не общаюсь, и этого Даня я тоже послала нахуй, я потом все годы, что пыталась помириться, извиниться, я тоже всех слала, просто идите вот сюда. Потом, через какое-то время я ее простила, потому что, ну, не знаю, я была в восьмом классе, я ничего не знала о людях, я ее простила, потом я снова перестала с ней общаться, потому что она потом опять какую-то хуйню сделала. Вот, и спустя годы она мне все равно писала там директ, спрашивала вопросы, потом она меня что-то спрашивала в этом году там про лошадей, я вообще не знала, что она подписана на мой Телеграм-канал, и причем я написала сообщение, ребят, напишите, пожалуйста, кринжовые истории про ваших парней, истории про парней, и она написала комментарий. Если что, я сейчас прочитаю ее комментарий, но я его заранее удалю, чтобы сохранить конфиденциальность, чтобы... Короче, я не хочу раскрывать ее имя, чтобы их кто-то писал, но все равно историю я прочитаю, мне интересно, можно, допустим, прочитать. Есть просто охуительная история потрясающего кринжа. Я была не в отношениях, был вечер, я приехала домой после изнурительного рабочего дня, и тут звонок. Девушка, вам посылка, когда будет удобно ее принять? Я счастливая, но потому что, а кто не любит подарки? Говорю через час и жду, что же мне прислали. Приезжает курьер, достается громадный букет пионов. Я в восторге, благодарю, забираю и разворачиваюсь. Уходить, и тут начинается кринж. Курьер нервно меня окликает вопросом, девушка, а кто платить-то будет? Я также нервно не понимаю, за что оплатить, предлагаю ему перевезти чай, на что он мне отвечает, что нет, чай ему не нужен, оплата букета стояла на месте. Мне пришлось отвалить 15 тысяч за букет, и слава богу, я не знаю от кого это. Вообще стоило, наверное, отказаться и отдать букет, но мне было страшно неловко. До сих пор иногда смотрю на ребят, с кем общаюсь, и с ужасом думаю, Боже, а вдруг тогда пионы ты прислал? Ну как бы я поступила? Я бы, наверное, эти пионы отдала курьеру, я бы сказала, что я никакого отношения к этому букету не имею, потому что 15 ка на букет, ну камон, если мне подарит парень, то мне будет приятно сама. Я себе, ну не знаю, я пока не знаю. Тумач, тумач для меня. Блин, мне вот эта штука, мне в ней жарко, я хочу ее снять. Я, пожалуй, поставлю эту историю, как удаляю страницу рука. Хотя нет, это ситуация нормальная. Хотя нет, я не знаю, как ее оценить, у меня таких историй не было, так что ладно, я не буду ее оценивать. Следующая история начинается достаточно забавно. Я призналась в чувствах, пока была сильно под шофе. Он тоже был под шофе и ответил мне взаимностью, но веселее мы решили покуролесить. ПС, это был мой первый опыт, да и он не сильно прошаренный. И он захотел сделать куни. А я забыла, что у меня месячный, и вспомнила только утро. Просто легенда. Уже первый секс, и тут куни с месячными. Потом я захотела сделать ему приятно. Как могла, старалась не цеплять его анаконду зубами. Вроде справлялась. А потом винище, пицца и рвотный рефлекс решили прервать романтику. Я вливанула ему на член. У меня и метафорию, но эта история очень смешная. Но я бы подохла просто с кринжа, я бы убежала, я бы заперлась в туалете. Я бы никогда не захотела с ней встречаться, потому что... О, боже мой. Мы прервались, и оба заснули на полу в тошнотине. Но вскоре он проснулся, мы еще не протрезвели. Я спросила, в чем дело. На что он меня ответил охеренно, блеванув на пол. Потом он заснул, а я как самая заботливая девушка в мире, пьяно-шатаясь, вытирала его блевоту. Вот такие пироги. И такое бывает. Пожалуй, я такое... Мне нужен психолог после такой истории. Джизус. Но она просто легенда, что она после этого никак не достеснялась и просто уснула. И последняя история на сегодня. Я была влюблена в одного мальчика в лагере. Я смотрела на него постоянно издалека. И была маленькой, глупой и капец стеснительной. Не подошла бы первая точная. У меня была абсолютно такая же история. Потом в лагере сделали праздник влюбленных. И там нужно было квесты проходить с парами. Я стояла на площади и смотрела на него, как обычно, из-за какой-то колонны. Но совершенно загадочно, я хочу сказать. В моменте залипла и не заметила, как он подошел с друзьями сзади и пригласил меня с ним пройти. Знаете, что было дальше? Я настолько застесняла, что просто ушла. И весь этот праздник была одна. Сходила в магазин, купила мармеладки, ела их на качеле. Я печальная история, но когда вспоминаю ржу. Блядь, это просто тупо я в детстве и в подростковом периоде. Я была точно такой же. Эта история как норм была. За загадочность плюс. История супер. Как-то так. Спасибо вам большое за историю. Я реально посмеялась от души. Орус последней истории с качелей. Спасибо большое вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, эта рубрика. Возможно, если вам понравится, то я буду снимать еще. И если хотите, можете написать в комментарии, были ли у вас какие-то такие неловкие истории. Я с удовольствием их почитаю. Спасибо вам большое за просмотр. Пока!